Уважаемый господин министр, дорогой Феликс, коллеги, друзья, рады вас приветствовать в Москве. Мы не так давно виделись на полях Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, затем в Белграде на саммите движения Непроисоединения. Сегодня есть возможность обсуждать весь спектр наших двусторонних отношений, региональных вопросов и наших сотрудничеств в международных организациях. Мы видим нас в Нью-Йорке, а потом в Белграде, на кеме в Нью-Йорке, и сегодня мы можем увидеть весь спектр наших двусторонних отношений, региональных отношений и наших сотрудничеств в международных организациях. Венесело наш очень надежный партнер Латинской Америки. Мы полностью поддерживаем ваше стремление самостоятельно определять пути дальнейшего развития своей страны и ценим наше взаимодействие по таким принципиальным вопросам современности, как уважение и суверенитет на государство, уважение и центральная роль ООН, не вмешательство во внутренние дела, и всем этим мы тесно объединяем единомышленников в рамках созданной по инцитиве Венесуэлла, группа друзей в защиту Устава ООН. И Венесуэлла есть очень важный партнер Латинской Америки, и мы полностью поддерживаем свои esfuerzos для определения, индивидуально, о будущем и о развитии своей страны, и обеспечиваем все нашу работу наше взаимодействие наше взаимодействие так модерны и релеванты, как раз для обеспечивания государства, а также для взаимодействия наше взаимодействие, и обеспечиваем украинских настоящее время, мы со всем этим 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 общаемся, мы соединяем и сотрудниками, и мы соединяем наших... и наши наши взаимодействия, и наши наши наши, которые, пообщаться наше взаимодействие, в том числе, в группе, в друзьях, вовсе, в защите, в Нуле. Мы благодарны с вашим правителем, с предъявителями. Николас Мадуро, в его противостоянии попыткам изменить развитие венесуевского государства за счет давления извне, использование нелегитимных односторонних санкций и попыток приму вмешать в вашем внутренней группе. И nosotros nos solidаризamos con el gobierno de su país, con el Николас Мадуро, quien lo encabeza, и в свою resistencia к этим попыткам менять развитие венесуевского государства через пресс-производство, используя санкции и интервью directа в отношениях интернеров. Будем продолжать поддерживать ваше усилие по развитию общенационального диалога, который, по-моему, находится на таком позитивном треке, особенно в преддверии предстоящего 21 ноября региональных и муниципальных выборов. И в контексте сегодняшней дискуссии по развитию двусторонних отношений, мы, конечно же, рассмотрим дальнейшие шаги по оказанию поддержки всем этим осилием. И в контексте наших релационных билатеральных отношений, мы, конечно, vamos оборвать futuros пасы для поддержки этих сферсов. Спасибо. Спасибо. Господин министр, большое спасибо. Для меня большая честь и большая радость снова быть здесь сегодня в России, на этот раз по вашему приглашению в эту замечательную столицу. И мне кажется, что вы очень подробно перечислили те, вопросы, которые объединяют нас, и основные принципы, которые являются общими для нас. Это уважение суверенитета, уважение устава ООН и неприятие односторонних санкций и вмешательство в дела других стран. И кто, как не вы, прекрасно знает, что такое международная политика? Вы долго представляли свою страну в ООН, в Нью-Йорке. И мы присоединяемся к России в ее усилиях направленных на обеспечение многосторонних подходов и на борьбу с односторонними подходами. И я хотел бы воспользоваться сегодняшней возможностью, точно так же, как я сделал это во время нашей встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и точно так же, как я это сделал в Белграде во время празднования 70-летнего юбилея Движения Неприсоединения, я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за безоговорочную поддержку Венесуэле, венесуэльскому народу, нашему президенту Николасу Мадуро в противостоянии односторонним санкциям, которые накладываются на нас по инициативе Соединенных Штатов Америки. Редактор субтитров Америки И я хотел бы отметить, что Российская Федерация и Боливарианская Республика Венесуэла проводят вместе очень большую работу, лидерскую работу, среди так называемых like-minded групп. Мы делаем это и в Нью-Йорке, и в Женеве, и в Гааге, на всех площадках, которые нам доступны, включая такую площадку как ЮНЕСКО и другие. Есть еще один очень важный проект. Это проект который направлен на работу группы друзей. Музей защиты устава ООН, организация, которая насчитывает уже более 70 лет. И это группа, которая поддерживает все цивилизованные страны. Нас уже 19 стран, и я думаю, что это число должно быть значительно увеличено. И нам представляется необходимым в кратчайшие сроки организовать встречу представителей этой группы в одной из стран-членов. И я думаю, что Москва была бы хорошим местом для проведения такой встречи. Я понимаю, что это решение, которое должна принимать Москва, но мы, со своей стороны, как Венесуэлла, гарантируем вам полную поддержку в этом вопросе. Если вы решите принять у себя группу друзей по защите устава ООН, уже не в рамках проведения встречи на площадке какой-то международной организации, но непосредственно в одной из стран-членов. Кансьяр, el diálogo entre el gobierno legítimo de Venezuela, que preside el presidente Nicolás Maduro, и la oposición, marcha muy bien, gracias a la facilitación del gobierno del presidente López Obrador en México. Eso funciona muy bien. Hemos tenido ya tres reuniones, y contamos con el acompañamiento de la Federación de Rusia. Muchas gracias por eso también. Está pendiente una cuarta reunión, que esperamos celebrar pronto. Pero, lamentablemente, fue afectada por una decisión arbitraria de los Estados Unidos y el secuestro de un miembro de la mesa, el embajador Alex Sáenz. Gracias. 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 Gracias.